МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шафран называют королем специй. За него просят порой безумные деньги. В России один грамм может стоить до 700 рублей, а за рубежом иногда встречаются образцы и почти в 10 раз дороже. В то же время некоторые виды шафрана предлагают гораздо дешевле. Мы нашли, например, по 25 рублей за грамм. Как же так? В чем подвох? Мы обязательно во всем разберемся. И, как всегда в этой рубрике, устроим честную слепую дегустацию. Отличат ли люди с тонким вкусом дорогой шафран от дешевого, если не будут видеть, что именно едят? Я решила воспользоваться возможностью. И доесть. Покормить бесплатно. Что вообще такое шафран? Оказывается, это части цветков. Причем таких, которые и не заподозришь в съедобности. Крокусов. Один из главных мировых производителей шафрана – Испания. Рядом с деревушкой Консуэгра в Кастиле и Ла-Манче есть гора с ветряными мельницами, про которые туристам рассказывают, что это те самые, с которыми бился Дон Кихот Ла-Манческий. Так или иначе, среди гурманов Консуэгра известно совсем по другой причине. Каждую осень, когда палящее солнце сменяется дождем и ветрами, здесь проходит фестиваль самого дорогого в мире шафрана, который выращивают на окрестных полях. Чтобы сделать специю, нужно добыть внутреннюю часть цветка – рыльца. Их по три штуки в каждом крокусе особого вида, который здесь называют «роса де асафран», то есть шафранная роза. Луковицы высаживают в мае-июне, все жаркое лето они набирают энергию, а расцветают только прохладной осенью, в октябре. Тогда-то и наступает горячая пора для фермеров – две недели сбора урожая. На поле выходят целыми семьями. Вот, например, Альфредо. Вообще-то бухгалтер, но в сезон непременно помогает брату-фермеру и учит собирать цветы меня. Работать надо быстро, не останавливаясь, сырья требуется много. Когда появляются цветы, мы трудимся целый день. Утром собираем, вечером чистим, а ночью сушим на огне, чтобы рыльцы потеряли воду и законсервировали свой аромат. И чтобы получить немного шафрана, сколько нужно цветов? Очень много. Ну, примерный расчет такой. Из 50 килограммов цветов получится всего 500 граммов шафрана. Много. Очень много работы. Понятно, что дешево это стоить не может. Труд здесь только ручной, механизировать ничего нельзя. Тот самый брат, Хавьер, уже на ярмарке, показывает всем желающим, как ловко, быстро, но бережно, надо отрывать драгоценные рыльца. И здесь же туристы могут попробовать самые неожиданные применения шафрана. Даже мед с этими бордовыми ниточками. Они очень сочетаются, мне очень нравятся. Спасибо. У нас есть. Могу показать тебе. Варенье? Варенье из мандарина. Они гораздо слаще с шафраном. Неожиданно. Специи в сладостях. Что-то новое, интересное. Большое спасибо. Тут же на прилавке и соль с этой специей, и оливковое масло, и, конечно, баночки с самим шафраном. Кстати, цены на почти идентичные упаковки почему-то отличаются. Хавьер признается, все дело в маркетинге. Этот шафран и этот одинаковые, потому что продукт выращен на одной земле. Уход тоже не отличался, но европейский клиент любит видеть печать экологически чистый продукт, и для части плантаций мы получили такую сертификацию. То есть они одинаковые? Абсолютно одинаковые. Я продаю этот за 5 евро, а этот за 5,50, хотя они отличаются только наличием или отсутствием печати. Конечно, кроме Испании, шафран производят и другие страны. Самый крупный мировой экспортер – Иран, на втором месте – Индия. Но испанцы лучше всех научились зарабатывать не только на самой специи, но и на привлечении туристов ко всему, что с ней связано. В ходе ежегодного фестиваля гостей водят по полям, показывают соревнования среди местных жителей на скорость обработки цветов. А на улице устраивают большой кулинарный конкурс, который фактически превращается в один семейно-дружеский пикник. Угощают всех. Я попробовал там традиционное местное блюдо – жаркое боте, в которое непременно кладут шафран. Можете ли вы описать, какой вкус придает шафран? Аромат шафрана – это аромат ла-манча, аромат нашей земли. Сложно провести параллель с каким-то другим продуктом. Это нужно попробовать. Не могу объяснить. Нужно пробовать. Особо ценят цветную специю в индийской системе медицины – аюрведе. В этом московском центре шафраном приправляют горячее молоко и чай, кладут в рис, кексы и карри, добавляют в масло, которое потом используют во время массажа и даже капают в нос при головных болях. Против кашля, отхарливающие действия очень хорошо. Также сердце. Он может и больше для низких давлений, чтобы тонизировать. Также давление уменьшает тоже, нормализует, так можно сказать, давление. Современная западная наука подтверждает – у шафрана есть некоторый антидепрессантный и противовоспалительный эффект. Экстракт может помогать профилактике болезней глаз, а также улучшать работу мозга. Проблема в том, что шафран очень часто подделывают. Александр Шепелевский из Чебоксар уже 15 лет коллекционирует специи, в том числе шафран, и не раз натыкался на обман. Я сразу же несколько раз купил не то. Продавец, который продал мне вот этот шафран, он открыл мне коробочку, дал мне попробовать вот этот шафран, и потом он закрыл эту коробочку и дал мне новую, точно такую же. А в новой коробочке лежала совершенно другая штука. Это удивительная штука. Я даже не знаю, что такое. Чаще всего крыльцам шафрана примешивают высушенные и скрученные лепестки календулы, или, как ее еще называют, ноготков. Конечно же, лепестки календулы гораздо проще и дешевле получить. Урожайность календулы достаточно высокая. За сезон с одного растения можно провести 15 сборов цветов, в отличие от однократного у шафрана. Второй вариант примеси – это софлор, или чернополох красильный. Тоже недорогое растение. Мы решили проверить, что под видом шафрана продается в Москве. И закупили 7 образцов. По заключению специалистов, подлинными из них оказались только 3. Никаких сомнений не вызвала испанская специя, купленная в специализированном магазине. Испания, которая очень дорожит своей репутацией, выпускает в специальных фасовках вот в таких вот шафран и эти фасовки с пломбой для того, чтобы никто не мог вскрыть и насыпать другой фальсифицированный продукт. На баночках с более дешевым иранским шафраном никаких пломб нет. В итоге в одном из двух флаконов, которые мы купили, оказался вовсе не король специй. Такую подделку я еще не встречал. Но это тоже сафлор, только он еще, по-моему, дополнительно подкрашен. Простой способ проверить качество шафрана – залить горячей водой. Окрашивание сразу должно быть интенсивным. Частицы, плавающие на поверхности, признак подделки. И выглядит настоящий шафран исключительно как ниточки с утолщением на одном конце. Ну а лепестки дешевого сафлора раскрываются, образуя маленькое соцветие. Существует еще одна разновидность как бы шафрана – так называемый эмеретинский. С настоящим его роднит только цвет и название, которое с арабского и переводится как «желтый». Эту версию делают из совсем недорогих цветов – бархатцев. И цена у такой специи соответствующая – за грамм всего около 2-3 рублей. Считать эмеретинский шафран подделкой, впрочем, не стоит. Это самостоятельная приправа, имеющая законное место прежде всего в грузинской кухне. У эмеретинского шафрана вкус какой-то горький, не очень приятный. Но достаточно положить в кастрюлю чуть-чуть, и она меняет вообще-то вкус в кастрюле. А у европейского крокуса своеобразный какой-то ароматный, более ароматный вкус. Но стоит ли вообще покупать дорогой шафран? Как его цена отражается на вкусе? Наши кулинарные эксперты, бренд-шеф Анатолий Кулешов, специалист по специям Ольга Тур и кулинарный критик Ян Черепанов попробуют вслепую отличить подделку от настоящей приправы. Мы добавили шафран в рис. Чтобы вкус специи полностью раскрылся, нужно сначала настоять ее 10-15 минут в теплой воде, а потом добавить в готовое блюдо. Для начала вариант с приправой, которую мы купили на рынке, на развес по цене 25 рублей за грамм. Как показала наша экспертиза, это был не настоящий шафран, а дешевый сафло. Никакие добавки я не чувствую. Рис пахнет с вареным рисом. Никаких запахов специй я не чувствую. Согласен. Вторым даем шафран, купленный по цене 571 рубль за грамм. Его эксперт также признал сафлоровой подделкой, но хорошо выполненной. Судя по цвету, ее красили экстрактом или настоем настоящего шафрана. Может быть, незначительное послевкусие отличается. Вот так, чтобы явное что-то, я не заметила такого. Теперь главный герой дегустации. Настоящий и самый дорогой шафран 667 рублей за грамм. В этот рис явно добавлен шафран. Я чувствую здесь шафрановые нотки. Эксперт по специям, человек с тонким вкусом и обонянием Ольга Тур смогла вслепую вычислить настоящий шафран. Разница есть. И не зря. В дорогом парижском ресторане мне недавно с гордостью показывали, как кладут хороший шафран даже в вареную картошку и рыбный суп буйабес. В Азербайджане настоем этой специи красят вкуснейшую шикинскую пахлаву и кладут драгоценные ниточки в самый правильный плов. Без шафрана плов нехороший. Шафран надо. Хотя, конечно, тут сложно понять, что во всех этих случаях главное. Яркий цвет от шафрана или его тонкий, едва уловимый вкус. Это, конечно, что-то такое для гурманов. Нотки шафрана способен почувствовать не каждый. Но если вы действительно хотите по-настоящему познакомиться с королем специй, то придется заплатить за честно проделанный ночной труд и за короткий сезон цветения крокусов. В общем, в данном случае вполне понятно, за что такие деньги.